И передаем слово Ольге Лебедько, компания Samsung Electronics. Ольга. Здравствуйте, коллеги. Рада всех приветствовать. Спасибо, кто остался в этом зале. Приятно выступать перед профессиональной аудиторией. Хотел бы начать с видео. Можно выключить свет? Так как компания Samsung достаточно инновационная, рассказывать и презентовать ее не стоит, но я расскажу вам про B2B подразделение, про B2B маркетинг, и поэтому хотелось бы начать с контента. И как важно для нас, для производителей профессионального оборудования, чтобы контент, который мы доставляем для наших клиентов, был качественный. Вот мы сейчас смотрим ролик в 4К, да? Вы видите качество? Нет, потому что мы смотрим на проекте оборудования, но, кстати, бывает достаточно профессионально. Так, чтобы мы немножко, да, обнулись в дом. Безусловно, немножко туристическое, но здесь практически все эти технологии, которые уже используются. И вот они начали. И вот они начали. Мы работаем, работаем, и начинаем основать в этом направлении. В этом направлении конференции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Когда мы говорим про технологию, мы сейчас говорим про носителя. Спасибо за презентацию. Я представлюсь. Меня зовут Ольга Любецко. Я возглавляю B2B-маркетинг компании Samsung. И расскажу немножко о том, что такое B2B-маркетинг в Samsung и вообще как это возникло. Samsung известен на рынке как консюмерская компания. И в 2013 году внутри компании Samsung возник стартап. Это когда компания на уровне глобальном, на уровне всех сообщителей приняла решение об объединении всех продуктов, которые могут быть донесены для корпоративного клиента. То есть здесь мы работаем, как любая, в принципе, IT-компания, с корпоративным сегментом. И особенность, в принципе, как у многих IT-компаний, в том, что у компании нет прямых продаж. А у нас есть отдел по работе с клиентами, с интерпрайз-сектором. И у нас есть очень четко сформулированная маркетинговая стратегия, ориентированная на канал. Потому что мы продаем через дистрибьюторов и продаем через нашу партнерскую сеть. Безусловно, когда Samsung принимал решение, он видел, что очень много консюмерской техники востребовано в корпоративном сегменте. На сегодняшний день в сегменте корпоративной мобильности Samsung в России занимает лидирующее место. В сегменте профессиональных дисплеев, это вот о чем был весь наш вводный ролик, мы занимаем порядка 45% доли рынка. Что еще хотелось бы сказать? Хотелось бы сказать о том, что когда мы говорим про маркетинг, и почему я выбрала секцию digital, потому что про цифровые инструменты передо мной рассказали уже, интернет-продвижение мы все так или иначе используем, вопрос эффективности в B2B. Обсуждаем для нас, для B2B маркетинга, когда мы продвигаем свои собственные решения, я могу сказать, что те компании, которые у нас были, они не очень эффективны, но у нас, так как я здесь, это хорошая возможность рассказать вам про оффлайн-инструменты, диджитализации, потому что у нас достаточно широкая линейка того, что мы можем предложить. И у нас порядка 10% от продаж – это проекты, в которых маркетинг-директор выступает как заказчик, потому что приходят с инновационными идеями. Мы сейчас уже понимаем, что когда мы говорим про технологии, про трансформацию, диджитализацию компании, то принимает решение внутри компании уже не только IT-директор, эта функция размывается очень часто, это и закупки, это CFO, это и маркетинг, особенно когда мы говорим про FMCG, сектор, про ритейл. Хотелось бы сказать, что у нас в нашем портфолио продуктовом у нас есть новый продукт, это LED Signage, компания ESCO, в 2015 году компания Samsung приобрела, это американский производитель LED-экранов, мы в премиальном сегменте на российском рынке представлены, и сейчас очень большой интерес у компаний, из разных крупных компаний, у которых перед ними предмаркетологами стоит задача как-то презентовать свой бренд. Безусловно, это дорогостоящее решение, потому что у нас здесь очень ценник по сравнению с заполонившими рынок китайскими компаниями высок, но так как мы премиальный сегмент, есть параметры, по которым мы понимаем, что это технология востребована, и компании из этого сегмента рассматривают именно наше решение. У нас есть традиционное направление Smart Signage, я начала с того, что мы сейчас с вами здесь проекционным оборудованием пользуемся. У нас очень известные на рынке, это наша линейка видеостендных решений, есть стенд-элон дисплей, когда вы на них можете использовать свой контент, когда презентации в маленьких тех же самых залах показывают не проектора, а на таком каком-нибудь большом экране 85 дюймов. То есть у нас в принципе все сферы, все направления бизнеса заинтересованы в такой продукции. Кстати, это направление, стенд-элон дисплей, очень часто используется, когда стоит задача по внутренним коммуникациям, когда это организация корпоративного обучения или корпоративного университета, или информирование сотрудников внутри организации. Между прочим, есть линейка очень маленьких дисплеев, 10-дюймовых, которые для оборудования переговорных комнат используются. Есть отдельно выделенный сегмент для хорики, это отельные телевизоры, а также у нас есть, мы поддерживаем и с точки зрения маркетинга, и с точки зрения продаж, это сегмент B2B и B2C мониторов. У нас в частности в B2C сегменте сейчас новый монитор, геймерский, так что видите, B2B маркетинг, и приходится и B2C продукты тоже продвигать. Что касается сегмента корпоративной мобильности, когда мы выходили на этот рынок, было очень сложно объяснить потребителям, что Samsung с теми же самыми устройствами делает на какой-нибудь вертикальной конференции по ритейлу или по банкам или по финансовому сектору. которые к нам чаще всего подходили в начале нашего пути и спрашивали, а можно ли у вас тут телефончик подзарядить. Это, конечно, был такой интересный опыт. У нас всего два устройства, здесь они выведены на экран. Это линейка, которая была специально до корпоративного сектора разработана. Это планшет, так называемый, мы его внутри себя называем планшет для обходчика, потому что он такой влагоустойкий, можно его бросать, его одето пить и выдерживает высокие температуры. И такой же был Galaxy XCover смартфон защищенный. И в рознице вы эти товары не найдете. Они были такие под проектную деятельность. И достаточно интересная была перед нами задача, с точки зрения, именно раз мы здесь все из маркетинга, продвигать свой собственный бренд. Но сейчас мы очень активно сами используем инструмент BTL. И при всем том, что мы компания очень инновационная, очень много инструментов консюмера используют диджитальных с точки зрения донесения до аудитории, в Samsung B2B маркетинг мы, к сожалению или к счастью, пока остаемся в очень классической модели. Наверное, я вас разочарую, но мероприятия и контакт, и лиды все основные у нас с мероприятиями. Мы участвуем и сами организуем порядка больше 100 мероприятий в год. Это по разным вертикалям. Это и канальные мероприятия, и рыночные мероприятия, и наши собственные для заказчика. Это просто еще раз возвращаясь к тому продукту, по которому я начала. Все вертикали, и все зависит от задач, которые перед вами стоят. И все вертикали используют сейчас электронные носители для доставки контента. Это, безусловно, такой инструмент. И хорошо, когда у вас есть качественный контент. Но мы сегодня видели хороший кейс, и мы понимаем, что контент сейчас меняется. И такой вот красивый. Не обязательно быть богатым вендором и иметь штабной контент, который ты локализовал. И вот у тебя простая задача, просто его на российском рынке локализовать и распространить. Очень здорово, когда мы видим примеры, когда много разрабатывается собственного локального контента, который хорошо доставляется до аудитории. И самое интересное, что мы наблюдаем, и из компании Samsung это хорошо видно, что наши клиенты в том же самом сегменте Enterprise, так же, как и мы, меняемся. Меняется парадигма потребления контента. Все отказываются. Даже в сложных технологиях, когда я говорила, что у нас нет прямых продаж, и, например, продажи видеостены, ее нельзя продать через оптимизацию или поисковый запрос, потому что, как правило, это интеграторский проект, когда потребуется участие партнера. Но даже здесь все люди, принимающие решения, они такие же консюмеры, такие же потребители, и на всех одинаково работает сила бренда. Поэтому, когда вы выстраиваете, то есть вы, когда создаете свою коммуникационную стратегию, вы рассматриваете, мы сейчас рассматриваем всех наших клиентов с точки зрения консюмеров, консюмеров, насколько они получат эмоции, какие будут эмоции, связанные с приобретением. Вот это такая задача может быть, с одной стороны, тривиально, а с другой стороны, это тоже надо постараться и сохранить, особенно в своем сегменте, когда задействовано несколько сторон. И я думаю, что сегодня в первом блоке об этом много говорили, репутационные риски, когда у нас там очень много в цепочке поставок и доведение до реализации проекта, идет очень много этапов, и на всех этапах нужно сохранить отношение к твоему бренду, клиента на том же уровне. То есть это большая, сложная, и она офлайн-работа, фейс-то-фейс с заказчиком, фейс-то-фейс с партнером, фейс-то-фейс с интегратором. Я на самом деле планировала очень быстро вам рассказать. У нас еще из сегмента корпоративной мобильности, то, что мы видим, сами мы еще такого не реализовывали, но у нас есть клиенты, которые наше оборудование используют для геймификации. Это, как правило, для внутренних корпоративных своих программ, программ для мотивации персонала, покупают наше устройство и придумывают специализированный контент, наши силы и продукты выступают тоже как консультанты в этом направлении. Они могут предложить различные истории, как интегрировать и использовать оборудование для таких задач. Вот у нас те проекты, про которые могу говорить, это Burger King и Черкизово. Но здесь мы-то рассматриваем это как кейсы с точки зрения продаж. Потом хотела бы еще сказать про одну технологию, которая вам может быть интересна как маркетологам. Правда, буквально на этой неделе от одного крупного клиента услышала, что эта технология устарела. Это VR. Не знаю, как сталкивались вы с этим или нет. В принципе, два года назад, мне кажется, это было на волне. Сейчас многие наигрались. Наверное, с точки зрения маркетинга и представления, донесения контента в формате 360, наверное, все уже попробовали, особенно, когда у вас какие-то маркетинговые большие мероприятия, эту технологию поиспользовать. И подготовка этого контента не такая дорогостоящая. Есть очень много компаний, которые этим занимаются. Есть, можно в принципе с помощью нашей же камеры, которая Gear VR, снять этот контент и попробовать его вот так же в такой же простой форме, как было у коллег передо мной, донести. Но мы видим все равно перспективы, потому что VR может использоваться в B2B. Это и много практик. Это очень хороший пример, где это направление развивается. Это производство, особенно химические заводы, где есть для того, чтобы обучить персонал. Это очень опасные зоны. Поэтому моделируется специально обучающий контент, и когда специалист сначала проходит его VR, проходит тренинги, проходит обучение, и потом уже может быть допущен к работе в таких вот опасных объектах. Что касается VR, я вам рассказала. В принципе, я буду готова ответить еще на какие-то вам дополнительные вопросы. И, наверное, не знаю, подчеркну это еще раз. Мы очень видим хорошо, как меняются потребители, как мы сами. И поэтому мне кажется, что здесь очень хорошо, что есть такие внутренние конференции, где мы встречаемся, обмениваемся опытом, потому что нам постоянно нужно учиться. Инструменты большого скачка с точки зрения инструментария в B2B вот в таком классическом не произошло. Но я думаю, что будущее не стоит на месте, и нас это тоже коснется. Спасибо. Ольга, спасибо. Вопросы? Ну, тогда я позову. Ольга, смотрите. Учитывая, что Samsung и VR – это для нас, для большинства, наверное, что-то достаточно заоблачное, кто является потребителем, вот, например, VR, вот средним потребителем на данный момент в России у вас, вот в отношении B2B. Кто у вас закупает? Корпоративное обучение. У нас закупают крупные корпорации. Это, правда, не такие интересные объемы, которые, да, мы когда говорим про большую сделку для B2B, это порядка, там, 5000 устройств. Когда мы говорим про VR, именно для корпоративного обучения, как правило, это максимум 10-15 устройств, это комплекты, очки плюс смартфон. То есть это небольшие какие-то качества? То есть это прям не массовый рынок такой? Нет, пока VR кинотеатров, как тренда, не случилось. Массового такого, здесь закупок таких нет. Ну да. Ну, в принципе, наверное, что-то будет интересное впереди, потому что у нас недавно был мастер-класс, там был спикер из Газпром Транса, и вот он рассказывал, что в Москве, в каком-то из вузов, где преподают как раз работу с нефтяными вышками, у них во дворе физически стоит мини-вышка, на которой как раз обучают людей. Вот, наверное, с использованием VR, это снимает и как-то безопасно, наверное, все-таки, и в то же время то же самое, только не нужно там ползать, выстраивать настоящие вышки какие-то. Я сама тестировала контент, когда ты одеваешь очки, мне, конечно, сложно, у меня нет инженерного образования, но там надо было просто пройти цепочку, понятно, там есть подсказки, соединение какой-то цепи, чтобы что-то в конце не взорвалось, то есть а-ля имитация химического производства. Взрывников обучать. А в медицине еще в каких-либо сферах? Какие еще потребители у вас? У нас у Samsung глобально в медицине есть решения, в России нет специализированных решений на рынке, но мы здесь тоже используем в сегменте корпоративной мобильности планшеты, потому что сейчас очень много ведется разговоров про IT-медицину, как это будет регулироваться на законодательном уровне, когда у нас консультации врачей будут узаконены, и ты сможешь обратиться дома, соответственно, с помощью своего смартфона. Здесь же, возможно, интеграция смарт-часов, которые могут передавать твоему лечащему врачу информацию о твоем состоянии здоровья. То есть вот эта интеграция проектов… Мы же, наверное, очень нескоро. Вы знаете, так как, я говорю, мы очень много участвуем в различных вертикальных мероприятиях, один из примеров – это различные фармформы, аптечные форумы, везде об этом говорят. Телемедицина – это сейчас один из, наверное, таких же трендов, как кибербезопасность и вот искусственный интеллект. Поэтому… Ну, простите, блокчейн, конечно. Хорошо, перейдем к маркетингу, так сказать. Вот есть какой-то глобальный маркетинг, назовем, у Samsung. Что у вас в России из своего? Как вы продвигаете вот эту тему, как вы продвигаете экраны и другую технику? Наверное, началась с этого, если… Я повторюсь, да, у нас Enterprise Best Team создавался в 2013 году. Это была история а-ля стартап объединить все продукты, нацеленные на Enterprise заказчика в одну систему. Но я не сказала одного, что это закончилось. И сейчас глобально такой вот team не существует, но есть разрозненные продукты, которые именно отвечают за продажи в B2B сегмент. А я вот функционал маркетинга, я и моя команда, мы сохранились. И, соответственно, под каждый продукт у нас свои коммуникационные стратегии. Под корпоративную мобильность одна, под профессиональный дисплей другая, под мониторы третья. Соответственно, там еще и сегмент консюмерский, поэтому везде свои инструментарии. У нас такой внутри себя маркетинг-микс очень-очень раздрозненный, но интересный. Ну и, наверное, обучение какое-то есть по использованию вашей техники? Как ее возможно использовать? Ну смотрите, конечно, есть, как в любом вендоре, есть product-маркетинг. Люди, которые знают хорошо продукт. И, естественно, мы посещаем их тренинги. Но больше коммуницируем, конечно, с сейлами. Это, наверное, наше преимущество. Здесь у нас нет коммуникационных каких-то проблем. Рынок IT как таковой становится более дешевым спустя там каждые несколько, там, 5-7 лет. Я не помню, как по теории там было. Когда вот вся вот эта техника станет доступна для аудитории в массе? Когда мы будем идти по улице? Вдоль стен будут как раз вот подобные экраны, как были в ролике. Когда это будет осуществимо? Вы можете в Сеул съездить? В России. В России все будет зависеть. И не в Москве. Хорошо, еще лучше вопрос. Вы же понимаете, да? Нет, нет. Я думаю, что в нашей жизни мы это застанем. Потому что не зря… Вот все говорят сейчас про цифровую экономику. Я не стала там хлеб у коллег из РАЭКа забирать, которые везде на всех слайдах не один год показывают, нам рассказывают. Да, экономика 4.0. Например, крупные всероссийские корпорации сейчас считают, что они достаточно хорошо продвинуты в этом с точки зрения IT-технологий. Олег, вы правильно сказали. Технологии дешевеют. И уже сейчас в нашем сегменте, в нашей линейке есть решения, которые достаточно доступны. Если мы говорим по премиальный сегмент про LED-экраны, конечно, технология дорогая, но тут важно качество, за которое ты готов заплатить. Есть видеостены, которые можно для этих же целей использовать. Они тоже отличаются по диагоналям, по стыку. Есть самый тонкий стык 1,7 мм, который не видно практически там с определенного расстояния. А есть 5 мм, но зато это бюджетно и задача ваша решит. Если у вас нет прям такого вау-эффекта, чтобы подошли вышестоящие там люди и для них произвести этот эффект. А так, конечно, все будет зависеть от регулирования. Но те тенденции, которые идут, если у нас… Простите, уже мы в политику залезаем, да? Если у нас регуляторы не будут все тратить на оборону, будут развитие бизнеса внутри, и финансировать развитие высоких емких отраслей, и развитие технологий, то я думаю, что слово интернет вещей скоро уже будет непросто. Темы для тоже отраслевых конференций, и топиков для публикаций, а действительно мы это все с вами почувствуем на себе. И как консюмеры, и как B2B-заказчики. У меня вопрос еще есть. Я хотела бы вернуть немножко разговор к очкам VR. Соответственно, есть ли у вас какие-то данные по тому, насколько эффективны и приняты очки в Европе либо в Америке? Потому что понятно, что рынок России несколько менее развит. И, соответственно, если там есть вот эта вот точка роста, то я думаю, что… У меня нет данных по консюмерскому рынку. Нет. Спасибо. Ну я могу уточнить, так что вы можете… Все доступно. Пишите. Если будут какие-то проекты обсудить, мы готовы. А еще можно поподробнее узнать про кейс геймификации для Черкизова? То есть в чем он заключался? Это была внутренняя программа. Сейчас, секундочку. У них вообще с точки зрения мотивации персонала… Черкизович, мы любим этого клиента. Он у нас выступал на наших мероприятиях, рассказывал про этот кейс. Я, получается, уже с его слов, они очень большой акцент, уделяют мотивации персонала и используют их специализированные программы для того, чтобы оценить действительно вовлеченность человека, его мотивацию на развитие и работу. Мы все люди, да, мы все с вами сотрудники и понимаем иногда, как слово мотивация звучит, как пустой звук. И все, мы сами в крупных компаниях или не в крупных понимаем, как сложно вовлечь. Здесь со слов Черкизова, конечно, они очень много вкладываются. И они… Вот мне детали могу прислать вам по запросу, но они использовали наше устройство, и у них в рост продаж коммерческого, кто занимается продажами продукции, вырос на 9%. И они даже эту программу немножко свернули, потому что объем производства не может догнать те цифры, которых они добились за счет геймификации в продажах. Поэтому производство курицы, простите, не могут так быстро размножаться, как захотели эффективно продавать сейлы, ну, продавцы, консумерцы. Так что… Спасибо. Спасибо, Ольга. Спасибо вам. Аплодисменты. И мы передаем слово парному выступлению коллегам из Транс Телеком и компании Селдом. Коллеги, на самом деле трудно выступать в конце, потому что половина того, что у меня есть в презентации, уже сказали это раз, вы уже устали это два. В общем-то, мой монолог, он больше похож на такую вот классическую академическую лекцию, поэтому постараюсь крайне быстро, чтобы вас не утомлять. А можно мне эту? Прекрасно. Спасибо. Собственно, рассказывать я буду про сегментацию клиентской базы. Это то, к чему я прихожу каждый раз, значит, входя в новую компанию. В первую очередь необходимо, безусловно, определиться с целью, потому что не стоит генерировать отчеты, которые не позволяют вам принять управленческое решение. Цель у любой компании, понятно, да, это генерация выручки, рост прибыли и там повышение ориентабельности самой компании. За счет чего можно достигнуть этой цели? Этой цели можно достигнуть за счет решения определенных задач. Основные задачи – это ориентир на прибыльные сегменты, то есть выявить то, что приносит наибольшую выручку и готово к развитию. Это оптимизация ресурсов, это те сегменты, которые нам, так сказать, приносят, скажем так, минимальный доход и забирают у нас максимум наших усилий на продвижение и поддержку. Это рост лояльности для того, чтобы повысить lifetime value наших замечательных клиентов. И, соответственно, расширение, повышение качества продуктового портфеля, что нам в итоге даст, как минимум удержание клиентов, шагаем в рынке, шагаем, соответственно, только вперед и, возможно, расширяем наш рынок. В основе каждой истории нашей сегментации лежит некий принцип кластеризации, но это такая вещь весьма глобальная, собственно, но я хочу обратить внимание на две составляющие, что типизирование клиентов можно производить по некой структуре, то есть по каким-то, скажем так, статическим атрибутам. Можно это делать по особенностям поведения группы. Да, в B2B это тоже возможно. И одной из целей сегментации, наверное, есть еще, она такая маленькая, но важная, это обнаружение аномальных отклонений, это те самые клиенты, которые у вас в единичных случаях появляются, и выявить, почему ваш продукт или услуга интересна именно им. Возможно, это новые рынки, возможно, это развитие вашего продукта и потенциальный рост дохода. Ну, собственно, поговорим немножко про сом-анализ. Я очень быстро постараюсь. Классическая история, это RFM-анализ. Она достаточно, скажем так, плохо применима в B2B. Если это не конечный рынок, то совсем плохо, потому что здесь мы говорим про клиентов юридических лиц, у которых, собственно, спрос достаточно прозрачен. То есть здесь они принимают решение, оперируясь некой логикой, которая, в принципе, нам доступна. Это не массовый сегмент, который там хаотично бегает в зависимости от того, куда, значит, у нас мода повеяла. Опять же, такой подход не отражает клиента во времени. То есть достаточно сложно учитывать миграцию наших клиентов из одного сектора в другой. Хороша она только на большой такой массе клиентов, где действительно хочется посмотреть на все сверху. АБЦ-ХВЗ-анализ, собственно, тоже про него, наверное, сегодня уже говорили. Да, его в основном применяют к товарному ассортименту, но для клиентской базы он тоже вполне себе применим. Другой вопрос, что тот метод результирования, который применяется к ассортименту, он не применим к клиентской базе. Почему? Потому что стандартно, когда наш замечательный маркетолог провел анализ, рассортировал наших клиентов по сегментам, сказал, вот отлично, у нас есть ребята, которые в группе АИКС состоят, приносят нам максимум дохода, давайте мы их в рейтинг вип-клиентов занесем, они прекрасны, будем их любить и обслуживать особенно. Есть товарищи, которые там приносят чуть меньше, ну давайте как бы не будем менять свою стратегию, они ведут верной дорогой товарищ. И на остальные группы в основном сокращают затраты и просто по факту забивают. Но стратегия развития компании предполагает развитие клиентов, а не забивание на них. Собственно, минусы данного исследования – это отсутствие привязки к реальному профилю каждого клиента в каждом сегменте. Ведь в разных сегментах высокодоходных и низкодоходных могут оказаться совершенно одинаковые компании. Об этом чуть позже. Соответственно, еще один момент – это опять же мы не можем во времени увидеть миграцию клиентов из одного сегмента в другое. Данный анализ очень плохо отражает эту историю, а это очень интересно на самом деле. Сейчас приведу просто классический пример. Это компания… Тут картинки для того, чтобы вам не скучно было меня слушать. Значит, приведу пример. Компания, крупный дистрибьютор торговой марки в России, эксклюзивный. И решили посмотреть, как дальше нам идти. Провели ABC, XYZ анализ, выявили сегменты. Вроде бы как бы все, можно уже там стратегию строить. Вот этим клиентам мы там, значит, дарим билеты в пачку, они счастливы, там разрабатываем для них программу лояльности. Здесь чуть-чуть где-то усиливаем, значит, наши коммуникации. А вот этих друзей мы как бы отправляем в лес. Но если заходить глубже, а это обязательно нужно делать, это сегментация внутри сегментов, да, интересно рассмотреть каждый сегмент в разрезе профиля компаний. Что выявили? Выявили, что в двух совершенно противоположных сегментах находятся абсолютно одинаковые компании. Это два интернет-магазина, которые по объемам продаж, по ассортименту, в принципе, абсолютно идентичны. Но в сегменте АИКС этот товарищ приносит регулярно хорошую выручку, а вот в этом сегменте он почему-то очень редко закупается. Вот так вот между делом совершенно непонятно почему. Начали копаться статичные атрибуты, такие как, не знаю, размер компании, численность, регион. Нам какой-то истории дополнительно не дали. Дала история обслуживания. У них абсолютно два разных менеджера по продажам. Товарищи, которые приносили большую выручку, им просто в свое время менеджер по продажам прекрасненько предложил несколько отличную стандартную схему продаж. Интернет-магазин. В принципе, специфика этого бизнеса. Какова минимизация издержки на хранение и, собственно, ориентир на товары, которые имеют наибольший спрос, либо товары с высокой маржинальностью, где, в принципе, спрос можно докрутить, потому что это все-таки интернет-магазин позволяет. Технические возможности сделать это. Собственно, что сделал товарищ менеджер? Он предложил интернет-магазину скидку от совокупного объема. Сначала это был ретро-бонус, потом, соответственно, когда доверительные отношения установились, это уже была постоплата. Помимо этого, не было необходимости выкупать и вывозить товар полностью к себе на склад, не было необходимости частично вывозить на склад. То есть доставка осуществлялась конечному потребителю, конечному клиенту этого интернет-магазина. Что приобрел интернет-магазин? Он приобрел оптовую скидку по факту объема закупок за месяц. Он сократил свои издержки на то, чтобы доставлять товар на собственный склад и издержки на хранение. Предложив аналогичную схему товарищу, который находился в такой вот грустной ситуации, буквально за три месяца, то есть один квартал, ситуация заменилась в корне, эта компания мигрировала в группу AX. Так, теперь мне нужна штучка. Сейчас стрелочку сделаем. Это, собственно, плавный переход к сценарному подходу. Очень важно оценивать клиента во времени. У каждого клиента в каждом сегменте, будь то ABCX, BZ-анализ, либо сегмент по профилю, либо по тому, когда клиент зашел в вашу клиентскую базу, есть определенные сценарии его развития. Оптимальным, наверное, является выбрать в первую очередь два противоположных сегмента. Это сегмент, собственно, где у нас позитивный опыт, это наши высокодоходные клиенты, и сегмент, где у нас находится отток. Почему отток? Ну, я сама и селиком, у нас клиент ушел, это отток. Значит, позитивный сценарий – это ваш best client experience, который можно накладывать на те сегменты, которые находятся в стадии развития. Соответственно, мы берем практически весь жизненный цикл вашего клиента от точки входа до, собственно, текущего момента, когда он приносит вам максимальную прибыль. Относительно негативного сценария здесь участок, наверное, покороче будет от первого негативного соприкосновения снижение объема закупок, увеличение времени от этих закупок, обращение жалоба и так далее до факта оттока. Теперь немножечко о стратегии. Зачем нам вся эта собственная информация о наших чудесных клиентах? Правильно всегда, вернее, как стандартно поступает. Все, значит, разбили на сегментики, посмотрели, выявили какие-то сценарии, говорят, что делать будем. Что делать будем, это вопрос последний. Самое важное, наверное, задеться вопрос, а почему так происходит? То есть почему клиент там в низкодоходном сегменте с таким же аналогичным профилем, как в высокодоходном там оказался? Почему клиент ушел в отток? Почему клиент растет? Следующий вопрос, это как это изменить? И, собственно, после этого мы уже спрашиваем себя, как это сделать. Собственно, коротенько план про все вот эти истории, которые я ранее упомянула. Мы выявляем наши успешные сегменты, мы выявляем позитивные сценарии развития, мы видим стагнирующие сегменты, отток, негативные сценарии. Относительно негативных сценариев мы определяем и сегментируем нашу клиентскую базу по группам риска. Это можно сделать каким угодно способом, но в данном случае я вот предложу разбить там на три группы риска, где в первой группе риска это все товарищи, которые склонны к оттоку, которые прошли сценарий от, допустим, негативного до точки выхода на там две трети. Группа риска номер два, они находятся на полпути, либо там на одну треть прошли. Группа риска номер три, на которую все равно не обязательно обращать внимание, это некая критическая ситуация, когда ваш клиент уже шагнул на этот путь. Как таких клиентов выявить? Да, придется анализировать сценарий взаимодействия с клиентом, причем с каждым клиентом, на предмет повторения таких событий. Это довольно сложно сделать, безусловно, в Excel, но современные системы позволяют сделать. Более того, существуют уже обучаемые системы, которые, собственно, могут проводить сложный кластерный анализ. На самом деле, если у вас небольшая клиентская база, это, в принципе, не так сложно сделать руками. Вот у нас есть определенная масса. Мы оттуда убрали товарищей, склонных к риску. Мы оттуда убрали товарищей, которые у нас находятся в зоне высокодоходных клиентов. Мы взяли сценарий развития высокодоходных клиентов и теперь на вот эту оставшуюся массу мы ее накладываем. Вот наша стратегия развития нашей замечательной клиентской базы. Помимо этого, наверняка у нас останутся клиенты, которые не похожи на других, как я уже говорила. Это те самые аномалии. Именно эти аномалии позволяют нам увидеть некий потенциал развития синтетический, то есть путем изменения продукта, либо внедрения нового продукта и выхода на новые рынки. Либо наш товар станет аналогом-заменителем, если мы его чуть-чуть докрутим, либо есть необходимость разработать новый продукт, если у нас позволяют, например, технологические мощности или процесс производства примерно одинаковый. Мы выявили там наши замечательные группы и в главе свою стратегию сложили. Но в любом случае там вот несколько ниже на баррикадах сидят продавцы, сидит обслуживание, сидят бухгалтера, сидят юристы и куча-куча народу, которые обслуживают эти клиентов и контактируют с ними, как уже вот, собственно, коллега для меня сказал. Здесь очень важно составить, собственно, роудмэп для каждого сегмента и для каждого структурного подразделения вашей компании. Они должны четко понимать, что клиент из вот этой группы, если он там сюда попал, то нужно делать раз, два, три, четыре, пять. Если у вас клиент попал в группу риска, там, не знаю, один, соответственно, все, мы побежали, мы предлагаем ему новые продукты, мы предлагаем ему какие-то допущения относительно, там, не знаю, складского хранения, если это товар, если это услуги, то какие-то скидки на продукт и так далее. То есть это какой-то набор наших маркетинговых инструментов. Ну, самое важное, собственно, относительно этих сегментов, это все очень здорово. Мы нарисовали нашу там стратегию, нарисовали тактику, но у нас есть, собственно, классическая история. Это сценарий ведения и неведения, да. Мы берем каждый сегмент и оцениваем наши вложения для того, чтобы развивать этот сегмент, наши потенциальные потери, если мы не будем развивать этот сегмент. И, собственно, вот этот вот эффект с нашими затратами, и еще есть затраты, прошу прощения, есть еще затраты на развитие. Собственно, мы соизмеряем эффекты, затраты и потери. Если это все сопоставимо, то, да, собственно, сегмент имеет смысл развивать, он принесет нам доход, все будет здорово. Если эти затраты не сопоставимы, здесь надо задуматься, что мы с этим сегментом будем делать. Если здесь нет перспективы, то нет смысла на него тратить деньги, и это как раз тот сценарий сокращения затрат. Вот немножечко происходные данные. Я стараюсь работать всегда с факторией. Почему? Потому что на самом деле, когда тебе в руки попадают уже не исходные данные, а кем-то перелопачены, риск того, что ты допустишь ошибку, он очень велик. Маленький кейс. Компания предоставляет некий продукт и продукт предоставляется в виде подписки на один месяц, либо годовой контракт. Прибегает операционный директор и говорит, все, жизнь кончена, наши клиенты больше нас не верят. У нас там клиенты, которые у нас платят за год, они прям стагнируют. В общем, 10% от всей массы они предпочитают платить помещено, потому что вот они сейчас убегут. Надо срочно разработать акцию, все, жизнь кончена. Посмотрев на фактуру, я с ужасом понимаю, что на самом деле это этих клиентов, которые платят нам за год, их больше половины. То есть 55-60% в зависимости от услуги, которую они потребляют. Вопрос, как так, ребята, у вас получилась такая интересная сегментация. А ребята просто, отдельные маркетологи-аналитики, сидели и замечательным образом каждый месяц все платежи, которые приходили в компанию, разбивали на месяц, год. И как бы не задумывались о том, что клиент, который платит годовой подписку, он один раз в год платит. И появляется в этой всей матрице один раз. А клиент, который платит помесячно, это один и тот же клиент, который в месяц в месяц приходит. И самое важное, что клиенты, которые у нас получали годовую подписку, они, соответственно, получали скидку где-то 33%. Клиенты, которые платили помесячно, допускали перерывы максимум в месяц. И сумма недополученной прибыли никак не равнялась теми 30%, это примерно 10-15%. Вопрос, если мы бы сейчас не оперировали настоящие фактуры, а взяли бы их данные, побежали бы делать маркетинговую акцию, к чему бы привела эта маркетинговая акция? Недовольство текущих клиентов, которым мы предложили годовой контракт SIS, и, соответственно, провал выручки по клиентам, которые у нас помесячно потребляли сумму. Помимо этого, вы, в принципе, можете взглянуть на базу, увидеть какие-то уникальные атрибуты, которые впоследствии могут вам помочь в более детальной сегментации. Ну и, безусловно, к сожалению, не все наши CRM-системы такие замечательные, идеальные. Есть масса полей, которые заполняются руками, и которые там впоследствии невозможно анализировать. Вы можете их унифицировать, вы можете расшить, вы можете предоставить ТЗ вашим IT-шникам, и они, может быть, что-то сделают. Где взять данные? Первые крики, которые я всегда слышу, это у нас нет CRM, все, данных нет, анализировать нечего. По крайней мере, для АБЦ и КСВЗ точно есть бухгалтерский учет. Этого вполне достаточно для того, чтобы первоначально привести анализ базы. Негде хранить, обрабатывать. Да, безусловно, есть Excel, конечно, я его всем рекомендую. Но сейчас 21 век на дворе, а уже не на дворе, а за двором. Поэтому масса очень технологичных, очень интересных, кастомизированных решений есть в облаках. И не надо разворачивать инфраструктуру, не надо будет вкладывать деньги в железо, нет необходимости нанимать какую-то кучу IT-специалистов, которые будут с тобой это все дело поддерживать. И особая плачь – это данных недостаточно. Вот данных недостаточно, все, все сели ровненько, ну все, жизнь кончена, будем работать с тем, что есть. Задача маркетолога, она, собственно, заключается и в сборе данных тоже в том числе. Не надо стесняться анкетировать клиентов в пресель, только не надо им отправлять в бумажную версию анкеты, типа ты заполняет, а вместе договором пришлешь. Сейлс-менеджер, он должен аккуратненько и ровненько задавать типичные вопросы клиенту и собирать эту информацию, которая поможет ему как минимум кастомизировать предложение, сделать его наиболее привлекательным для клиентов, и, соответственно, в обратную сторону вы получите дополнительные данные о нем. Опросы при продаже, обслуживании, даже в случае негативного обращения, вполне себе возможны. Один-два уточняющих вопроса вы дополняете в свою клиентскую базу. И, безусловно, сейчас есть такой прекрасный способ обогащения базы. Он великолепен тем, что в B2B рынке он максимально правдив, очень быстро это дело можно сделать, и, безусловно, довольно много информации можно получить о юридическом лице. Сейчас тоже маленький кейс такой, чтобы скучно не было. То есть у нас есть как бы действующая клиентская база, у нас есть там потенциальные клиенты, но на самом деле как наши потенциальные клиенты, так и наши действующие клиенты – это не всегда залог успеха и возможность нарастить выручку. У меня была компания, которая замечательным образом поехала, вернее, если быть точнее не компания, а руководителей по продажам, поехала окучивать новый город, искать, значит, дилеров там и прочее такое. Заехала в одну прекрасную компанию, которых пригласила. Все замечательно. Директор, офис, люди работают. Директор говорит, вот мы тут филиал открыли в этом городе, а еще мы есть там, 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 там. Вот, значит, открываем магазин, привезла магазин, вот ремонт идет, все замечательно. Ребята, вы нам очень нравитесь, давайте с вами работать. На склад поедем? Ну, руководитель говорит, нет, на склад уже не поедем, времени нет. Все, вроде как, ну, все нормально, приличная контора. Замечательно. Законтрактовались. Директор нажимает на то, что, вы, слушайте, мы только открыли, столько затрат, столько затрат. Значит, там, ремонт магазина, мы уже закупили продукцию, вы как бы там последний в паровоз впрыгиваете. Давайте вот как-то вот там мы немножко заплатим, а вы нам товар поставите. Ну, не сомневаясь, что люди приличные, руководитель отдела продаж, предполагая, как он классно выполняет в конце года план, он заключает контракт, приезжает в Москву, довольный, говорит, вот, все, супер, новый клиент, такой молодец, а потом мы еще, значит, весь свой товар по их точкам раскидаем по всей стране, они же какие молодцы. Проходит неделя, директор звонит, не отказывается, причем платеж какой-то минимальный, там, порядка 7-10% пришел, все нормально. Товары грузили, отправили в город Воронеж, сразу скажу, будьте внимательны с этим городом. Значит, товары грузили, все отправили, все прекрасно. Директор через неделю говорит, ну вот, блин, Роман, ты понимаешь, ситуация такая, блин, у нас свой магазин затопило. Полтовара уже, половина товара уже выставила, еще затопила, там, в общем, дело не в проворот, мы те деньги уже накопили, отправили, но сейчас вот прям, ну вот потерпи до конца года. Роман терпит до конца года, уверяет генеральный директор, что все будет замечательно, ребята, как бы честные, все позвонили сами. Проходит еще неделя, значит, там, ну, там, Роман еще немножечко, еще чуть-чуть, а тут как бы Новый год, там вся такая кутерьма, Новый год заканчивается, январь, звонок, генеральный директор не берет трубку, не берет трубку неделю, две, значит, соответственно, собирается руководитель отдела продаж, приезжает в Воронеж, офис, все прекрасно, люди сидят работают, генерального директора нет. Начинает всю эту историю раскапывать, причем никто ничего не знает. Таких замечательных клиентов, как он, была целая кучка, но как минимум те, что знаем, это 10 компаний, которые там предоплатили 10%, увидев приличных людей, грузили им товар, никакого магазина, естественно, не привезли там в какой-то магазин ремонтирующийся, вот, людей взяли вот буквально, вот-вот-вот они сами там слабо понимают, что происходит, почему зарплату не выплачивают, офис там арендован буквально полтора месяца назад. Это вопрос к тому, что не каждый клиент, для вас это возможный доход. Это могут быть и риски. И не обязательно это будет новый клиент, который наш там дурачок, извините за мой французский, руководитель отдела продаж, не посчитал необходимым выяснить, что это за компания, в первую очередь, перед тем, как подписываться под отгрузку товара. Это может быть ваш текущий клиент, у которого компания может быть в состоянии реорганизации, например, или там иметь какие-то судебные иски в свой адрес, или не выполнить обязательства по госконтрактам, иметь достаточно много-много-много проблем с финансами. А если он у вас уже достаточно давно с вами там дружит, у вас закупается, все прекрасно, вы ему доверяете, в какой-то момент вы можете просто остаться дебиторкой. А, соответственно, по поводу того, как не остаться с дебиторкой, расскажет Денис. Коллеги, здравствуйте. Меня зовут Денис Суслов. Я хочу вам сегодня рассказать про использование открытых данных в B2B продажах. Да, вот моя презентация. Для начала хочу представиться. Я представляю компанию Selden. Мы являемся крупнейшими агрегаторами информации из открытых источников. Мы эту информацию агрегируем, структурируем и предоставляем нашим клиентам и партнерам в удобном виде. Некоторые используют наши коробочные решения. Это сервис по проверке контрагентов, сервис для мониторинга торгов и еще ряд решений. Некоторые компании у нас просто покупают обогащение своей клиентской базы. Некоторые мы передаем данные по шлюзу для интеграции во внутренние информационные системы. Это могут быть CRM, BPM и другие системы. Я подробнее дальше расскажу про конкретные кейсы. Также мы, IT-компания, мы можем разрабатывать IT-решения для работы с данными. Тоже расскажу далее пример. Начать свое выступление я хочу с фразы одного известного банкира Натана Ротшильда. Это основатель знаменитой империи банковской. Кто владеет информацией, тот владеет миром. В данном случае мы солидарны с данным авторитетным товарищем и уверены, что актуальная информация может быть очень полезной для бизнеса, в том числе и для B2B продаж. Какие данные есть в открытых источниках, которые могут быть полезны для B2B продаж? Я хочу сконцентрировать ваше внимание на данных о контрагентах. На сегодняшний день в России зарегистрировано было 23 миллиона чуть больше компаний. Действующих из них на сегодняшний день 8 миллионов 279,559 компаний. Какую информацию вы можете получить об этих юридических лицах? Это статус организации, действующая, недействующая, вид деятельности, контактную информацию из открытых источников. Можете узнать, какие госконтракты заключала компания, в каком статусе находятся они, исполнены, не исполнены. Состоит ли компания в реестре недобросовестных поставщиков? Какие арбитражные дела сейчас рассматриваются с участием данной компании? Какие исполнительные производства есть? Мы агрегируем информацию более 10 тысяч источников. Дальше хочу сакцентировать внимание на информацию о торгах. Электронные торги, открытые, пришли в Россию в 2005 году. С того времени было опубликовано больше 50 миллионов тендеров. Когда я делал презентацию, через нашу систему посмотрел актуальные торги. На тот момент было 138 тысяч торгов, в которых можно было в тот момент принять участие. Аукцион объявлен, дата подачи заявок не из текла. Мы умеем эту информацию фильтровать и отдавать в удобном виде для компании. То есть вы можете выявить тендеры на ту тематику, которая вам интересна. В тех регионах, на определенные суммы и так далее. Также хотел обратить ваше внимание на важность понимания целевой аудитории в B2B продажах. Когда вы продаете конкретный продукт, важно понимать, кому он будет потенциально интересен. Для того, чтобы выявить эту аудиторию среди своих клиентов, чтобы развить их, или среди потенциальных клиентов, нужно использовать два вида информации. Это внутренние источники данных. Если вы с клиентом работали, вы можете посмотреть, сколько он вам платил, когда, какие продукты покупал. А из внешних источников данных вы можете понять, что это за клиент, чем он занимается, размер клиента, численность сотрудников. Тем самым вы можете отсегментировать свою клиентскую базу, выявить наиболее потенциально интересных для вас клиентов и проработать их. Загрузить в свой CRM и расставить задачи своим менеджерам. Далее перейду к конкретным кейсам, которые мы делали для себя и для наших клиентов. Кейс 1 – это формирование клиентской базы. Делали мы его для себя. У нас есть такой продукт, как система для автоматизации тендерных деятельностей. Потенциальными клиентами под этот продукт являются компании, которые активно участвуют в госторгах. Мы взяли весь рынок, взяли действующие компании, обогатили данными из нашей базы, опять же, по госконтрактам за последние несколько лет. Отфильтровали компании, у кого было таких контрактов меньше тысячи в год. Далее мы поняли, что этой информации нам не до конца хватает. Добавили информацию по количеству филиалов, по выручке компании, по видам деятельности, потому что уже по своему опыту имели представление, чем портрет клиента нашел потенциального под этот продукт. После этого у нас получилось 13 тысяч компаний, которые мы загрузили в CRM с этими данными. В CRM сделали дополнительные поля с выручкой, чтобы конкретно менеджеры понимали, чем занимается компания, какого уровня эта компания, и распределили между своими менеджерами. Отдали на прозвон, начали собирать ряды, встречаться и продавать данное решение. Далее кейс по обогащению клиентской базы. Делали мы его как раз с компанией TransTelicom. Олеся выступала, она была непосредственным заказчиком этого обогащения. На входе мы получили 30 тысяч инненок, то есть это клиенты, которые когда-либо взаимодействовали с TransTelicom. На выходе нас попросили обогатить данными по видам деятельности, по размеру компании, по сфере деятельности, балансы, выручки, арбитражные дела. Вся информация, вы можете вот здесь вот прям посмотреть, что конкретно мы отдавали. В результате TransTelicom получил возможность отсегментировать свою клиентскую базу и оценить риски по текущим клиентам и понимание, кого нужно развивать в первую очередь. Кейс номер три. Это использование внешних источников данных в системах принятия решения. Есть кто-нибудь из банковской сферы здесь? Нет никого? Но все равно, возможно, вам будет интересно. Можно экстраполировать на любую сферу. Первый кейс – это банк из топ-5. Мы осуществляем им поставку данных на ежедневной основе о всех торгах, которые публиковываются за прошедшие сутки и обо всех победителях и участниках торгов. Что делает банк с этими данными? На основе этих данных банк выставляет задачи менеджерам, ну их система, точнее, выставляет задачи менеджерам по проработке определенных продуктов. Здесь конкретно банковские гарантии, потому что когда компания выигрывает госконтракт, она должна предоставить либо обеспечительный платеж, либо банковскую гарантию. Соответственно, в тот момент, когда выигрывается тендер, к ним приходит банк и предлагает свою продукцию. Тем самым они закрывают вопрос лидогенерации своим менеджерам и качества этих лидов. Второй кейс – это есть несколько банков из топ-30, с которыми мы так работаем. Мы интегрируем данные по компаниям в их информационные системы. Кейс тоже про банковские гарантии. К ним приходит клиент. Какими каналами? Либо через их агента, либо на их сайте, либо менеджер заводит банковские в систему. На входе нужно просто указать ИН на организации. Дальше компания… Банк уже понимает, с кем он работает, потому что они подтягивают данные по учредителям, по арбитражным делам, по связанным компаниям. И на основе этих данных принимаются решения. Если сумма гарантии небольшая, допустим, до миллиона рублей, система на основе внешних данных, а также внутренних, принимает решение выдать гарантию или отказать клиента. Если сумма больше, то эти данные показываются ответственному специалисту, который уже на основе этих данных принимает решение. Но тем самым сокращается гораздо время принятия решения. На этом рынке это очень важно, потому что есть очень много банков, которые занимаются этим. Стоимость гарантии примерно одинаковая, поэтому кто первый сделал одобрение, тот и забрал клиента. Но при этом важно не потерять потом эти деньги, как для любого банка. Четвертый кейс – это разработка конкретного решения с использованием наших данных. То есть мы что сделали? Мы разработали систему для автоматизации тендерных продаж для одной крупной многофилиальной компании, которая участвует в торгах и филиалы это делают самостоятельно. Что делает система? Когда, например, в республике Удмуртии заказчик объявляет тендер на закупку интернета, это была телеком-компания, то ответственный менеджер в Удмуртии в этой компании получает уведомление о том, что его клиент объявил тендер. Соответственно, в этой системе он уже начинает работать, проставляет статус по тендеру, берет он в работу, отказывается. Если отказывается, то указывает причину. Тем самым центральный аппарат компании понимает, что у него происходит. И тем самым они собирают аналитику. Туда же в эту систему подгружается информация. Пойдем, две минуты. Две минутки. Тогда буду заканчивать. Как раз у меня итоги. Что позволяет делать внешние источники данных в B2B продажах? Формировать клиентские базы, обогащать их, сегментировать клиентские базы, а также автоматизировать различные процессы в компании. В качестве такого небольшого предновогоднего подарка мы хотим вам предоставить доступ к нашему сервису по проверке контрагентов, где содержится вся информация о юридических лицах, на один месяц. Это достаточно большой срок. По ссылке вы можете перейти на сервис, ввести промокод B2B 2017. В презентации он будет активный. Вы можете просто кликнуть по нему и перейти. И вы получите доступ к данному сервису. Также есть мои контакты. Можете мне писать, звонить. С удовольствием расскажу, покажу, как мы работаем с данными. Возможно, буду вам полезен. Надеюсь, что-то полезное рассказал. Желаю всем успешных, больших продаж. Работайте с данными. И будут вам эти большие и хорошие продажи, надеюсь. Да, конечно. Что делать, когда организация, допустим, не сдает стат-отчетность, и, соответственно, взять вам ее как бы негде? К сожалению, у нас нет этой информации, потому что налоговая эти данные никому не отдает. Мы говорим то, что ее нет у нас. То есть вот и все. Ну да, в данном случае… Отличаемся тем, что у нас более интересный интерфейс. Когда получите тестовый доступ, вы это поймете. По ценовой политике мы все отличаемся. Данные открыты, поэтому мы берем их… В качестве данных. У вас, если нет стат-отчетности, вы ничем не лучше, у вас их тоже нет. Как я пробью организацию, если она не сдает стат-отчетность, но при этом он формирует у меня примерно 20% оборота? С точки зрения закона вы никак это не сделаете, потому что если он не сдает туда, другого открытого источника нет. Если вы подружитесь с руководителем налоговой, возможно, вы получите эти данные, но никаким законным способом вам не получите. Либо подписать с этим клиентом какую-то бумагу, и он будет вам предоставлять эту информацию. Так я и спрашиваю, какое ваше конкурентное преимущество? Почему я должен пойти к вам, а не в сбис или в контур? Нужно сравнивать сервисы. Насколько он вам понравится и будет более удобным, и количество информации тоже разнится. Лидер рынка – это Spark, как мы все знаем. Они давно на рынке. У них больше всех данных, но они стоят гораздо больше. Я и про Spark не спрашиваю. Ваш конкурент с бис и контур. Конкурент в основном контур, потому что по ценам все время. То есть бис до нас не дотягивает, у них не хватает данных. Но я думаю, полемика именно по сервису. Давайте не будем ставить. Если хотите, лично потом обсудим. То есть нет конкурентного преимущества? Почему нет конкурентного преимущества? Вы еще ни одного не назвали. Количество данных по сравнению с бисом. То есть тех данных, которые у нас есть, у них нет. То есть если я сейчас дам вам ННН, открою с бисом, вы откроете свою программу, и я увижу гораздо больше, чем в с бисе. Да, давайте попробуем. Легко. Позже. Еще вопросы? Коллеги. Вадим, спасибо. Денис, спасибо, извиняюсь. Слово Вадиму Тылику, маркетингового агентства RMA OpenAsia, который расскажет, как B2B-компания в России продавать и делать маркетинг за рубежом. Всем здравствуйте. Сейчас Олег откроет мою презентацию. Я сегодня буду рассказывать о том, как компания может заниматься международным маркетингом, как бизнес может становиться глобальным. Вот из той придевшей аудитории, которая здесь осталась, поскорите, кому вообще эта тема актуальна, чтобы я понимал. Одному человеку. Отлично. Хорошо. Ну, я думаю, что остальные коллеги тоже какой-то опыт для себя возьмут отсюда. Так, кликер, Олег. Для начала расскажу, почему я сегодня с такой темой выступаю. С 2009 года я начал заниматься развитием рекламного агентства RMA Group, целью которого на тот момент стала работа с международными брендами, которые хотят выйти на рынок России. То есть нашей целью стала привлечь клиентов из Китая, Южной Кореи и Японии в качестве клиентов в наше агентство. Я более подробно буду в дальнейшем рассказывать про наш личный кейс. И с 2014 года мы запустили другое направление в рамках нашего агентства. Это компания, маркетинговое агентство, которое занимается помощью российским компаниям в выходе на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и другие международные рынки. Вы знаете, я последний год с 2014 года много принимаю участие в том числе и в конференциях и пишу много и на фейсбуке, в своем блоге, на каких-то сторонних ресурсах и получаю достаточно много обратной связи как от своих клиентов, так в том числе и людей, которые в русскоязычном информационном пространстве, которые что-то пишут, комментируют и так далее. И я в результате… Так, а у нас, наверное, не обновленная презентация. Ладно, окей. И я часто от людей слышу какие-то комментарии, отговорки, почему сегодня компаниям из России сложно делать бизнес на международных рынках. И я в результате всей этой коммуникации с людьми, я составил для себя такой небольшой топ отговора, который сегодня компании для себя делают, почему им у них не получится заниматься международным бизнесом. Итак, топ-1 – это для того, чтобы управлять и руководить международным бизнесом, необходимы инвестиции прежде всего в местный локальный офис, в найм сотрудников. И, в общем, необходимо много-много в это дело инвестировать. Пока я сейчас свое мнение здесь не говорю, я в целом делаю некие факты того, что сегодня существует. Второе – это то, что у России сегодня нет достаточно хорошей устоявшейся репутации на российском рынке. Особенно это связано с Крым-наш, значит, Олимпиады и многие-многие другие вопросы. Поэтому сегодня в том числе и у российских предпринимателей есть некий скепсис по поводу России. И третий момент – санкции. Но здесь я, наверное, сразу же прокомментирую, что малому и среднему бизнесу это не грозит, потому что санкции, конечно же, безусловно, касаются больше компаний нефтегазового сектора. Но если говорить про какие неудобства сегодня с точки зрения санкций есть у малого и среднего бизнеса, то, безусловно, банки, финансовые институты сегодня с подозрением относятся к тем финансовым операциям, которые проводят компании из России. Но на самом деле вопросы, наверное, более решаемые, чем есть какие-то совершенно барьеры, которые нельзя, невозможно преодолеть. И в результате этого мы решили, после нашей бизнес-командировки в Китае, мы ездили в мае, приехали, провели ряд презентаций с клиентами, плюс увидели, что думает вообще по поводу международного рынка российский бизнес. И мы решили создать исследование, которое вы видите на экранах. По QR-коду можно скачать его в бесплатном доступе, доступно в интернете, в том числе и на нашем сайте. Что это за исследование? Мы поговорили с представителями 22 компаний, которые успешно работают на международных рынках. Нашими критериями было то, что компании находятся вне сырьевого рынка, то есть компании принадлежат к постиндустриальным производителям, то есть это могут быть и какие-то веб-сервисы, это производители услуг, производители товаров и так далее. То есть все, что не связано с нефтью, газом и прочим. И следующий критерий для нас очень важный был, компании должны иметь продажи вне рамок СНГ. То есть если компания продает где-то в Казахстане и в Узбекистане, то это не международный рынок, это не международный успех. Соответственно мы исследовали, общались с компаниями, которые продают вне рамок русскоязычного сектора СНГ. И теперь я… исследование состоит примерно там 250 страниц А4. Очень большой материал. Основа этого материала – это интервью с теми людьми, которые были вовлечены в процесс вывода компаний на международные рынки. Но безусловно мы эти данные систематизировали. И вот ряд аналитики я представлю сейчас на экране. Задавая вопрос, а мешает ли вам на международных рынках то, что вы российская компания, делать бизнес. И 55% компаний сообщили, что они позиционируют себя открыто, что они являются российской компанией. 36% компаний позиционируют себя как международная компания. Приведу один из таких ярких примеров, почему есть причины все же у компаний где-то позиционировать себя как международная компания. Есть один IT-интегратор, с которым мы в том числе проводили интервью, и он сообщил нам, что мы, наши IT-системы, системы безопасности внедрены в метро Индии, вроде как Мумбаи, где-то в Лондоне, где-то в Европе. И когда мы разговаривали о том, чтобы внедрить нашу систему безопасности в Америке, то нам сказали, что, ребята, никогда никакая система безопасности российская не будет внедрена в аэропорт Соединенных Штатов Америки. Никакого. Понятно, что это больше, наверное, такое исключение, но в большинстве случаев все же никаких таких препятствий нет. А даже если они и есть, то наши участники исследования рассказали, как регистрируется какая-то компания либо в Нидерландах, либо на Кипре, либо в Сингапуре, в Гонконге, и, соответственно, с помощью маркетинга как-то вы представляете себя по-другому. Но здесь, наверное, самое важное понять, что все-таки 55% сказали о том, что да, мы себя позиционируем как компания из России. Важно, что еще для того, чтобы сейчас было доверие к тому, что мы делали. То, что я вам сейчас рассказываю, это не новости по первому каналу. Это важно понимать, потому что мы не рассказываем про то, что бизнес делать в России очень круто, и что мы тут все такие, какие за Россию. Нет, мы все-таки люди бизнеса, и мы понимаем реальные условия, в которых сегодня находятся российские предприниматели. Поэтому мы здесь общались с живыми людьми, которые каждый день с какими-то проблемами сталкиваются. Соответственно, данные более чем объективные. Далее. Представленные за рубежом. Я уже рассказывал о том, что есть такая отговорка, что многие компании считают, что для того, чтобы иметь полноценный успех на зарубежных рынках, необходимо местное присутствие. Так вот, 64% наших участников нашего исследования сообщили, что им необходим офис за рубежом, и у них есть физическое присутствие в какой-либо стране, где они занимаются своим бизнесом. Но, наверное, самое важное в этом слайде то, что 36% компаний все же заявляют, что они занимаются международным бизнесом, то есть у них есть глобальное присутствие, при этом они физически находятся в России, и у них нет никакой необходимости открывать какие-то филиалы за рубежом. И это говорит нам о том, что есть такие возможности сегодня у российского бизнеса находиться здесь в России, если говорить про малый бизнес, и вести какую-то международную экспансию. В том числе это наш личный кейс, мы находимся в России, но мы продаем вот в нашем международном агентстве компаниям и из Южной Америки, и из Северной Америки, из Европы, Азии. Для нас нет никаких здесь пределов благодаря интернету, благодаря современным средствам коммуникации. Просто сейчас поделюсь еще дополнительно данными по сроку выхода. То есть 45% компаний в нашем исследовании вышли за рубеж в течение первых 4 лет своей деятельности. 18% компаний вышли на иностранные рынки от 7 лет до 10, и 37% компаний спланировали свой выход за рубеж более чем 10 лет спустя. И языковая политика, 59% участников нашего исследования признали, что для ведения бизнеса им критично важно представлять свой продукт на всех языках клиента. И остальные сообщили, что им они обходятся английским языком и еще несколькими языками, относящиеся к их специфике бизнеса. Так, например, вот успешное SaaS решение в России АМАСРМ в Америке сегодня представлено на английском языке, и Михаил Таковинин в своем интервью отметил, что им для успешного ведения бизнеса в США необходима еще локализация и на испанский язык. Да, это местная специфика рынка США. Для того, чтобы там приспевать, нужна еще испанская локализация. Теперь я расскажу более… так от теории уходим. Я расскажу о нашем кейсе, о нашем личном кейсе, который начался в 2009 году, как я говорил. Головной офис компании нашей находится в Хабаровске. И в 2009 году мы на тот момент уже работали как агентство, которое обслуживало местный рынок на Дальнем Востоке, в Хабаровске, в Владивостоке, в других дальневосточных городах. И у нас была идея, она заключалась в том, чтобы те компании, которые находятся в Корее, в Китае и в Японии, выходили на нас, чтобы мы были некой такой точкой входа, если мы находимся близко к этому региону. Почему бы нам не быть вот такой точкой входа для вот этих азиатских брендов? Соответственно, у нас появилась такая идея, мы ее начали реализовывать. У нас был опыт SEO-оптимизации в России. Мы получали на тот момент клиентов в большей степени с каналов SEO. И мы решили сделать то же самое только для Китая, Кореи и Японии. Мы создали тексты на локальных языках, разместили их на своем сайте в Domain.ru. И в результате всего этого дела в 2000, опять же, там где-то через полгода, я летел на Филиппины через Сеул, через Южную Корею. Я решил там на месте использовать Naver, поисковую систему, и проверить, а что там у нас с нашими позициями. Я туда зашел и обнаружил, что не то, что мы там на 30-й позиции. Мы там в принципе не проиндексированы, потому что для того, чтобы быть проиндексированными местными поисковыми системами, нужно сделать очень-очень много работы. И в результате 9-го, 10-го годов мы в тему интернет-маркетинга в Азии очень сильно вникли и получили определенные результаты. И это один из первых заказов. И те коллеги, которые как-то к рекламному бизнесу относятся, они очень хорошо меня поймут. Вот такой первый запрос, такой первый бриф нам прислал клиент. Поэтому эта фраза является очень известной в нашей компании. Так написал клиент, первый наш клиент из Китая. Я даже сделал скриншот, письмо от 16 декабря 2011 года. Диа Вадим Тылик. Мы хотим сделать такую-то рекламу. Наш контент Welcome to China. Сколько это будет стоить? Это уже последующая переписка на английском языке. До этого у нас было на китайском. И так у нас состоялась первая продажа. И мы сегодня, сегодня вот эта составляющая нашего бизнеса, это примерно 80-85 от всего оборота компании. И нам, конечно, интересно дальше развивать вот это направление. Несмотря на то, что сегодня есть определенные сложности в отношении политической ситуации. То есть у России есть определенные трения здесь. Но, безусловно, все равно мы спрос видим и дальше продолжаем здесь работать. Отвечая на вопрос из нашей личной истории. А как нам удалось привлечь клиентов из Азии и Европы? На самом деле это два канала. Это личные контакты, индивидуальные продажи и интернет-маркетинг. В большей степени, конечно же, нам заявок дает интернет-маркетинг. И личные продажи, наверное, они приходят через какие-то там международные конференции, где я выступаю, либо в принципе принимаю участие. И касательно интернет-маркетинга я покажу несколько сейчас интересных примеров. Мы сделали SEO-оптимизацию нашего сайта в китайском Baidu, в корейском Naveri и в японском Yahoo. Кстати, нигде из представленных стран Google не занимает лидирующие позиции. И вот такое, наверное, главное расстройство российских предпринимателей, которые осознают, что оказывается с помощью Google даже в Корее и в Японии большую аудиторию не захватить. Вот скриншот тех позиций, если ввести на корейском языке, на китайском языке рекламное агентство России. Вот третье место. Ну понятно, что у нас есть целое семантическое ядро, много разных ключевых запросов. Вот я показываю там общие ключевые какие-то слова. Вот корейский Naver, видно выдача, первое место. И японский Yahoo, первое, второе место, сразу же два урла индексируются. Понятно, что все это дело также динамически меняется. Завтра мы можем быть на десятой позиции, послезавтра можем быть снова на первой позиции и так далее. То есть, в принципе, здесь нет никакой разницы от Яндекса, от Гугла. Здесь позиции достаточно динамичны. Итак, если говорить о том, как другой бизнес, российский, сегодня может выходить на рынки Азии, Европы, Америки. Что необходимо для этого делать? Та история, о которой я рассказал, это все же, наверное, наш личный кейс. И важно понимать, что в нашей конкретной нише, благодаря этим инструментам, у нас получилось кое-что сделать. Понятно, что есть у нас тоже свои сложности, но у нас принципиально этот кейс получился. И начиная с 2014 года я на конференциях рассказывал про эти кейсы, о том, что у нас так получилось с поисковыми системами. И возникла такая интересная ситуация, когда компании начали приходить к нам и говорить, Вадим, а мы хотим то же самое. Мы хотим сделать какую-то SEO-оптимизацию в Азии, мы хотим сделать SEO-оптимизацию в англоязычном пространстве. И через какое-то время мы поняли ошибочность всех этих инструментов по одной простой причине. Дело в том, что любой зрелый бизнес, если он начинает с вопросов, а с каких инструментов мне начать для того, чтобы войти на какие-то рынки новые, с этого начинаются проблемы. Приведу такой кейс. У нас есть один из клиентов, IT-интегратор российский, он решил выйти на рынок Китая. И он свои IT-решения внедряет, собирается внедрять на крупные китайские предприятия, которые делают, условно, например, самолеты или, например, двигатель какой-то. И, соответственно, этот IT-интегратор предлагает решения, которые позволят оптимизировать либо время на производство определенных деталей, либо деньги на производство и так далее. И он пришел к нам с запросом, что он хочет сделать контекстную рекламу. После этого мы сказали, что… И то же самое было по Индии. Мы сказали, ну а почему вы считаете, что именно контекстная реклама? Ну вот давайте мы это дело протестируем, давайте мы посмотрим. И мы на сегодня очень редко, когда беремся за такие проекты. Почему? Потому что все это приводит к тому, что предприниматель, либо маркетинговая команда приходит к выводу о том, что неправильно настроена контекстная реклама, либо еще есть какая-то проблема, да, другая. Но чаще всего говорят, что агентство неправильно, плохо настроило нам контекстную рекламу в Китае, давайте мы наймем сейчас другое. Поэтому фактически путем, как я называю, зрелого бизнеса является первым шагом зрелого бизнеса должно быть изучение своей ниши. В данном случае, если говорить про IT интегратора, то вообще изучить, а что делает конкурент в этой нише в Китае или в Индии. То есть очень четко понять, прежде всего, что делают местные игроки там. И после того, как мы изучаем местную компанию, местный рынок, мы начинаем очень многое понимать. И наши идеи относительно контекстной рекламы или каких-то других конкретных инструментов, типа выставки, да, они могут улетучиться. И либо, в общем, ну, либо хорошо, что вы их не сделали, и вы не потратили деньги. Это тоже важно понимать. Поэтому первое, с чего необходимо начинать, это понять, а кто ваши клиенты, как они на этом рынке мыслят, потому что это может быть, вы знаете, так банально говорить, но фактически я вот рассказываю о том, с чем бизнес приходит. А бизнес приходит, а мы хотим вот сделать там выставку конкретную, либо какой-то конкретный инструмент внедрить. И с этого начинаются проблемы. Поэтому первое, с чего нужно начинать, это хорошо изучить рынок по ряду вопросов. Это конкуренты, это дистрибьюция, как она вообще выглядит, это аудитория, наши целевые клиенты. Второе, это бизнес-стратегия, когда мы делаем некий пошаговый план и начинаем это шаг за шагом реализовывать. Нужно ли это делать всем? Ответ, безусловно, нет, потому что есть компании новые на рынке, которые к нам приходят и говорят, что мы хотим, мы только начали, и наш основной бизнес это будет где-то там в США, условно. Но у нас есть определенные ограничения и по деньгам, и по времени. Ну и в общем у нас много, мы только начинаем. И в этом случае я говорю, что, ребят, ну с нами вам лучше не работать, это первое, потому что все-таки нам интересно более глубоко копать проекты. Первый момент. А второй момент, вам нужно брать и тестировать разные гипотезы. Как мы это сделали в 2009 году? Мы фактически ничего не изучали о том, что я сейчас рассказываю, мы ничего не исследовали, что мы сделали. Мы просто сказали, а давайте сделаем SEO-оптимизацию. У нас просто получилось. У кого-то это может получиться, у кого-то нет. И понятно, что есть много историй как успеха, так и истории того, как дальше ничего не продолжалось и не получалось. Поэтому у стартапа есть только единственный путь. Это интуиция основателя и руководителя. Вот как они почувствуют, куда нужно двинуть. Нужно двинуть в такое-то направление. И, в общем-то, я думаю, что это основное, что я сегодня хотел сказать. Добавляйтесь ко мне, друзья, на Facebook. И изучайте наши исследования. Я буду очень благодарен за это. Может быть, за ваше мнение, за ваши комментарии, за вашу обратную связь. Если есть вопросы, буду рад ответить. Спасибо. Всем здравствуйте. Я являюсь исполнительным директором компании Alibaba.com. Сервисная компания в России. И занимаемся непосредственно подключением и развитием компаний российских на международном рынке. В принципе, аудитория небольшая осталась. Есть какие-то будут по ходу презентации вопросы. Просьба задавать, чтобы был какой-то, может, обратный контакт. И, может, какие-то вопросы мы глубже рассмотрим. Делать бизнес Alibaba легко всегда и везде. Это один из основных девизов Alibaba. В эти слова вкладывается основа не то, что можно брать, сидеть где-нибудь на пляже удаленно в Таиланде и брать, зарабатывать деньги. Основной это лежит то, что ваш сам бизнес может находиться в любой точке планеты. Примером может служить, например, якутская компания, которую мы вывели в феврале прошлого года. Они находятся более чем 400 километров на север от Якутии и занимаются добычей такой необычной вещи, как кости бивни и мамонтов. Я думаю, никогда бы этот товар не пошел на экспорт, если бы они не познакомились с площадкой Alibaba. После знакомства Alibaba у них уже в ближайший месяц пошли сразу заявки, заказы. И они начали поставку сначала в Китай, потом в Объединенные Арабские Эмираты. И сейчас они уже работают на получение дополнительных сертификатов для поставки в Соединенные Штаты Америки. Какие сейчас на данный момент происходят тенденции непосредственно и проблемы в России? Так как постоянно меняется и политическая обстановка, курсы валюты, теряются различные цепи поставок. Некоторые производители просто исчезают. Те, кто раньше у вас закупал продукцию, они отваливаются, наращивается более сильная конкуренция и тем самым становится просто сложнее выживать на рынке. И многие компании, которые держат руки на пульс, они понимают, что чтобы не тратить огромные ресурсы на выживание внутри России, проще обратиться уже к внешним рынкам и начинать торговлю там. Основные мировые тенденции на данный момент – это рост глобальных средних малых предприятий, также онлайн-торговли, потому что она сужает время и контакты, и исчезают так таковые расстояния, которые раньше возникали, когда надо было ездить на выставки, участвовать на них, особенно это касается узкотематических международных, когда надо было отдельно в Европу, в Азию, в Соединенные Штаты съездить, также в Латинскую Америку. И также новые центры производства. Примером, например, может служить компания Samsung и IKEA, которые не так давно, в ноябре, они полностью переориентировали, не полностью процентов 90-х их производства, сейчас переориентированы на экспортную деятельность из России. Я думаю, еще лет 10 назад, 15, не могли подумать, что телевизор и Samsung будут собираться в России, и поставляться в ту же Европу. У IKEA в планах влить более 2 миллиардов долларов на развитие как раз базы по производству непосредственно в России до 2020 года. Эту статью можете полностью ознакомиться, специально для этого сохранили дату и время, когда она была опубликована на Bloomberg, и получить больше информации. Alibaba как новая точка роста. Она включает в себя различные площадки. Это Alibaba.com, Tmall, Taobao и всеми известный AliExpress. Также вокруг инфраструктуры объединились различные логистические компании, финансовые инструменты, чтобы быстрее и удобнее было делать платежи. И также глобальный сервис на ИПГ компании. Например, компания Pell, которая как раз занимается сейчас развитием в России. Алибаба открывает в других странах своих представительств. Их основная цель общества находится в Гуанчжоу, в Китае. Им проще создавать сервисных партнеров по всему миру, которые будут уже заниматься развитием и ростом их компаний и дальнейшей экспансией. Alibaba на сегодня — это 190 стран, которые активно ее используют, это 2 миллиона магазинов и огромное количество покупателей. 15 языков. Могут сказать, что вам достаточно заводить карточки, информацию о компании только на английском языке, на все остальные языки делается автоматический перевод. Если вы в какой-то момент чувствуете, что перевод недостаточно качественный, если у вас очень узкоспециализированная тематика и требуется ручного перевода, для каждой товарной карточки можно задать вручную переводы. 40 индустрий. Это охватывает все, начиная от сложных медицинских приборов и заканчивая ножками от табуреток. Продать все можно абсолютно, и есть покупатели на все. И номер один по трафику в B2B-сегменте, именно в онлайн-торговле. От самых пессимистичных показателей — это 60% торговли онлайн происходит на площадке, до 80% — это самое оптимистичное, которое дает. А что из тебя представляет площадка? Где, сколько у нее активных пользователей? Аккаунты AliExpress и Alibaba, они между собой объединены. Вы можете входить по ним и тем же логинам и паролям в любой продукт площадки. На данный момент лидирующие позиции занимает Россия, 26 миллионов зарегистрированных покупателей, и далее распределяется уже по Соединенным Штатам, Бразилиям, Индии и Британии. Это страны, куда вы увидите, что если будете размещаться, будут идти заказы. Сейчас в дальнейшем скажу непосредственно, кто именно ищет в российском сегменте, в России. Для понимания, что такое Alibaba и Com, многие видят в этом, что там могут быть и розничные клиенты. Это не так. Покупатели — это только юридические лица. Это крупные компании, такие как, например, Оби, которые открывают свои представители в других странах, чтобы максимально быстро наполнить товарами матрицы, они обращаются к площадке Alibaba, чтобы найти локальных поставщиков в свои магазины. Также различные крупные интернет-магазины и просто локальные продавцы розничных магазинов. Топ-10 стран, которые размещают запросы в российских поставщиков на Alibaba. На данный момент лидирующей позицией занимают китайцы. Они ищут очень много продукции в России. Основное является для них — это продукты питания. Делается упор, потому что для них качество российских продуктов сравнимо с европейскими. И для них, соответственно, идет больше предпочтений. И также косметика. Дальше идет Соединенные Штаты Америки. И, как ни странно, это Россия. Многие компании, которые российские начинают размещаться, они обнаруживают, что рост начинается не только экспансией в другие страны, но очень много российских компаний непосредственно обращаются к ним и потом делают заказы. Почему это происходит? Российские покупатели, когда ищут более низкую цену за рубежом, когда обнаруживают, что за ту же самую стоимость можно приобрести товар или даже немножко дороже в России, они выбирают российского поступщика. Потому что проще юридические вопросы решаются, плюс отсутствуют дополнительные таможенные сборы, разница из-за курсов валют, которые дополнительно тоже из-за конверсии возникают. И, как обычно говорят, проще договориться и решить все моменты, непосредственно находясь в своей стране. Топ-5 индустрий, которые интересуются покупателей в российском сегменте. Первый – это энергетический сектор. Он выделился, потому что объем закупок там основной большой. Закупают, как правильно, авиационное топливо, мазуты, базовые масла, это автомобильные, также и для судов, и уголь. Просто эти товары, которые идут, как правильно, с составами и большими объемами. Следом за ним идут продукты питания. На данный момент мы в России подключили более 50 компаний, которые производят именно продукты питания. И по статистике у нас из них только 4 компании не вышли с продажем, и то там больше было связано именно с внутренней проблемой компании, которую они не смогли решить у себя. Остальные компании стабильно получают заказы, и у них есть продажи. Это относится… как раз выделил то, что именно чаще всего заказывают, так что можете, в принципе, это сфотографировать, просто понимать, с какими продуктами стоит выходить на рынок. Как продавцы могут преуспеть в бизнесе на любом боку? Первое – это набрать высокий рейтинг. Площадка как гигантский выставочный комплекс, как торговый центр, владелец которого знает, имея большой опыт уже двух десятилетий, и что нравится, и что хотят получать покупатели. Поэтому он рекомендует своим продавцам, что нужно улучшать, как должны выглядеть товары, как должно быть описание, как выглядит магазин, как быстро надо отвечать. И всего это складывается рейтинг. Если рейтинг высокий, вы находитесь ближе к ходу, можно сказать, на первом этаже. Если вы не обращаете внимания на основные показатели, вы уходите на дальние этажи, в дальнюю полочку. В данном случае это, как можно выразить, как в страницах выдачи. Почему мы чаще всего, когда заходим, видим одних китайских поставщиков? Секрет тут прост, потому что китайские золотые поставщики имеют рейтинг компаний более 90%, имеют 65%. Если смотреть это в разрезе международном, то среди иностранных компаний это только всего лишь 3%. Добиться высокого рейтинга проблем нет. Это не какие-то заоплаченные IT-решения или еще чего-то. Все правила открыты, все доступно. При необходимости мы, как сервисная компания, подсказываем, чтобы выходить на первые позиции. У нас уже много шоукейцев есть в компании, которые по даже очень конкурентным запросам. Например, компания тоже Look Oil по запросу Lubricons, Motor Oil, которые, если бы они выходили на каких-то других площадках, это были бы просто какие-то бешеные бюджеты. Этих всех результатов они смогли достичь просто в рамках сервисного обслуживания. Первое – это выход на первой странице, потому что, находясь на первой странице, есть заказы. На первой странице у вас нет, заказов, соответственно, нет. Как и, в принципе, любой поисковой системы, на первой странице просматриваю более 72% клиентов. Остальные уходят на другие страницы, только если не нашли подходящий товар. Опять же еще раз упомяну, что в отличие от поисковых систем, где иногда бывают какие-то танцы с бубном, какая-то оптимизация, хотя там основные правила все-таки есть, которые все знают, но все равно по сильно конкурентным запросам мы иногда не понимаем, как выйти в Alibaba. Все очень прозрачно, все подсказывается, показывается в разрезе индустрии, вы на каком месте, что стоит сделать, улучшить, где у вас есть просадка, эти рекомендации постоянно даются. И те, кто занимается, оказываются на первых позициях выдачи. И, соответственно, отсюда идут уже клики и потом продажи. Второй важный параметр – это быстро отвечать на запросы покупателей. Это response rate, который влияет также на место, в выдаче вас в поисковой системе. Для Alibaba считается ответ в течение 36 часов приемлемый, в течение 24 часов. Это на хорошо, отлично. Примером может услужить российская компания, которая на данный параметр внимания не уделила. В итоге они были на дальних страницах, при этом при анализе стоимости их продукции, цены, качества и еще дополнительных, они были очень конкурентны. Но к ним заявки именно не шли, потому что их просто банально не находило. Опять же, другие компании, которые имеют высокий рейтинг, могут предлагать товары с более высокой маржинальностью и не биться за конкуренцию, потому что они просто заботятся о своих рейтинговых подначениях. В международной торговле также важное введение учета всех клиентов, потому что к вам часто будут приходить заявки, заказы, и вы, например, будете потом не сговориться, например, о цене компании, или в данной стране они на данный момент не готовы у вас делать закупку. Но ситуация постоянно меняется. Некоторые производители отваливаются от других стран. Бывают заводы на профилактику, какие-то закрываются. Меняется курс валют. Мы, например, в своей деятельности также являемся оператором одного из заводов. И началась у нас вообще история знакомства с Alibaba. Мы начали торговать на ней, после этого получили приглашение от Alibaba и хотели бы стать сервисной компанией на территории России. И по нашему опыту было, что некоторые клиенты говорили, что цена на нашу продукцию слишком дорогая. Спустя какое-то время, когда у нас начинал курс расти, все в стране, что происходит с рублем, как это ужасно, мы радостно начинаем делать рассылку всем клиентам, потому что они могли уже в долларом эквиваленте гораздо дешевле купить нашу продукцию, и продажи сразу взлетали. И тут уже возникает вопрос, клиент не купит, купит или не купит, а когда купит. Вопрос времени. Канал, по которому покупатели находят поставщиков на Alibaba. Первое – это поисковая выдача. Вы можете свои товарные карточки размножать под различные поисковые запросы, а не только конкретно, как у вас в номенклатуре числится пример, может служить компания Александровские СРК, которые к нам вышли и наставили на том, чтобы их не была продукция, в переводе, как и была, глазированные СРК, но данный тип продукции известен только в России и в некоторых странах СНГ, даже не во всех. В итоге было составлено семантическое ядро, это различные творожные десятки, сладкий творог, и после этого анализа можно было говорить, что именно заказы будут идти, и соответственно заявки. Опять же, в разных странах, испаноговорящих, с французским языком, тоже различные вещи могут звучать по-разному, и соответственно тоже надо учитывать, чтобы оказываться в выдаче. Второй канал — это биржа запросов. Это похоже на наши тендеры, только здесь не идет битва за цену. Здесь идет обсуждение соотношения цены и качества продукции. Нет четких привязок к каким-то требованиям продукции. Вы можете все обсуждать, находясь еще непосредственно на территории своего завода, что вы можете взять и изменить и делать и логификацию товара. Вот примеры, как раз как они выглядят. Это сам запрос сделала письма, из какой страны, какой объем, и дается 10 котировок. Это 10 компаний могут взять и ответить на данный запрос. Примером могу с мясом с компанией, которая занимается баранией из Казани. Сейчас они, кстати, переориентировались полностью на 100% на экспорт, потому что в России говорят им просто невыгодно торговать. Ну, точнее, выгодно, но нет такой маржинальности и такой прибыли, из которой они сейчас поставляют свои барани непосредственно в Турцию. Изначально они отвечали на котировки, где требовали уже обваленное мясо, имеется в виду без костей. с ухода обсуждения пришли консенсы между собой, что гораздо выгоднее поставлять и прочее и по цене и для них самих поставлять непосредственно. А? Нет, кости с мясом, но обвалка оказывалась, что в Турции гораздо дешевле там труд, чтобы это все сделать. И, соответственно, я просто к тому, что тот запрос, который здесь указан, это не такие, как у нас тендер, где есть четкие требования и что необходимо сделать, чтобы эту заявку закрыть. Все обсуждается с клиентом и при необходимости можно идти на различные кастомизации своей продукции. Опять же, клиент вам подскажет, что нужно сделать, улучшить его покупки и все остальное, чтобы на территорной или данной страны товар продавался. Иногда, кстати, B2B и B2C можно сравнить, это как на горных лыжах ты или ездишь. B2B – это мягкие учебные лыжи, когда ты едешь, ты не очень быстро едешь, но это прощаются многие ошибки. B2C – у вас сразу идет контакт с клиентом, здесь у вас сразу скорость, сразу продажи, но любая неверная ошибка, в товаре вы где-то что-то не угадали, куча отрицательных отзывов и ваш магазин вылетает в B2B, тут проще, вам все подскажет непосредственно ваш закупщик в данной стране, что вам стоит улучшить. У нас, примеры были, мы знаем, с поверхностно-активными веществами, поставкой, это компонент для всех моющих, начиная от шампуней и заканчивая моющие средства для автомобилей. Клиенты наши из Африки, мы им прислали цены, они сказали, что продукция как бы дорогая, им нужно то же самое, в два раза дешевле. Мы не сказали, какие у них есть требования, это все всегда обсуждается. Они сказали, на экологичность нам все равно, в итоге мы им сделали на 60% дешевле, они очень были довольны, не знаю, что можно этим мыть, очень опасно, она как бы отмывает, но точно не для головы, от головы ничего не останется. Так, пакет, третий канал, пакет дополнительных запросов. Alibaba, кроме того, что использует внутренний свой ресурс, откуда непосредственно в поиске клиента и что находят, также есть, они закупают огромное количество трафик на различных поисковых площадках, социальных сетях, и в том числе внешних сторонних ресурсах. Это непосредственно примеры рекламы в поисковых системах, различные баннеры вашей продукции на различных площадках. Для чего вообще он нужен? Это пакеты вы получаете непосредственно в отличие от контекстной рекламы, вы получаете прямые заявки от клиентов. У вас есть возможность с ними ознакомиться, прочитать, что в ней написано. Клиент рассказывает иногда немножко о себе, рассказывает, какая ему именно нужна продукция от вас, когда он к вам присылает запрос. И такой запрос из внешних поисковых систем, который приходит, стоит 4 доллара. 4 доллара оплачивается только после того, как вы ознакомились с этим запросом, нажимаете принять, тогда вам открывается контактный данный клиент, который он дополнительно заполняет. Если запрос вам не интересен, вы его не принимаете, и, соответственно, денежка не списывается. Это касается только запросов, которые из внешних систем приходят. Те, которые из-за любобы, за них платить не надо. Они как бы включены в пакет годового обслуживания. Соответственно, это позволяет снизить затраты на контекстную рекламу, когда вы иногда скликиваете просто огромное, гигантское даже количество кликов, и при этом нет никакой конверсии, или есть, но она не окупается из тех затрат, которые происходят. Также так сами торгуем. Есть такой лайфхак. Процентов 50 запросов клиенты, когда пишут, они пишут, мне нужно то-то, то-то, пришите мне на e-mail. Они в теле самого запроса пишут свои контактные данные. Вы их копируете с клиентом, связываетесь, соответственно, запросы не принимаете, чтобы лишние деньги у вас не списались. Немножко разорил компанию Любову. Преимущество, которое дает статус золотые поставщики. Чтобы торговать на площадке, необходимо подключить статус золотого поставщика. Во-первых, золотые поставщики, они показываются в поисковой выдаче выше, чем free-members. Free-members, по большему счету, это интерфейс для просто, чтобы познакомиться, как выглядит Alibaba. Торговать на них все равно невозможно, потому что даже если запросы какие-то приходят, вы их не можете открыть. Ну и самое главное, вы на первых страницах все равно не оказываетесь, чтобы оценить вообще спрос. Потом дается функция showcase. Это товары, которые, их ограниченное количество в зависимости от пакетов, там 5, 12, 28, там три пакета есть. Это очень мощный инструмент. Если вы видите, что у вас по какому-то товару идет большая конверсия, сезонный, например, товар, вы его там размещаете, и он показывается везде, где только можно, начиная от внешних ресурсов и заканчивая на Лебове, везде, где там столбики рекомендуем, советуем, покупайте. И, соответственно, идут в продаже. Ну, это пример, не поскольку, что такое showcase, товар в витрине, то, что везде на первом месте, и весь основной товар, который в магазине присутствует. Доступ за вопросом. Вы, соответственно, можете уже ознакомиться, в ремемберах нету доступа. Потом возможность создать и оформить свой мини-сайт компании с различными возможностями для дизайна. Например, компания DryDry антиреспирантами занимается. Когда мы для них делали перед выходом на международный рынок аналитику, которую, в принципе, Лебове вы можете даже самостоятельно почерпнуть, мы их просто оформляем в более удобном виде для восприятия. Он за 15 лет работы их завода впервые узнал, что есть антиреспиранты для младенцев. После этого он запустил эту линейку, и на самом деле данная линейка занимает довольно большой процент продаж, это около 12% международного рынка среди антиреспирантов. Потом из нашего кейса это конструкторы Fundclassic. Они совместимы с Lego, они производят, занимаются продажей. И также компания Пример Контейнер Лизинг. Это пример того, что можно продавать не только товары, но можно продавать услуги. Продают абсолютно все, начиная от логистических услуг, лизинг, как пример, переводы, туристические услуги. Пример могут служить, например, непальские многие компании. У них, например, организован уже полностью свой бизнес в стране, где они вводят различные маршруты, но они не знают, как, чтобы их находили, продавали. И потом приходят, например, на Libabi их находит испанская, итальянская компания, какое-нибудь бюро, и говорит, давайте мы будем предоставлять ваши услуги. Они оформляют все, что это их представители в той стране, и, соответственно, продают туристические услуги. Примерно сейчас может служить на Алтае, ведем компанию, которая тоже хочет на Libabi уходить, чтобы продавать услуги и рафтинга, искать себе партнеров именно в B2B-сегменте, именно не конечных клиентов, которые будут закупать сам тур, а именно компании, которые будут предлагать уже своим клиентам их услуги в дальнейшем. Кстати, еще сразу вспомнил про российские компании. Одна из компаний, которая уже находится более четырех лет на Libabi, занимается разработкой программного обеспечения для онлайн-казейного. Удачно торгуется, очень огромное количество у них запросов, в основном из Штатов. У них идет продаж, мы с ними связывались, хотели взять сейчас интервью, чтобы создать там историю успеха, где бы они рассказали, как им Alibaba вообще позволила выйти на международный рынок, потому что они до этого использовали всякие специализированные ресурсы, они говорили, что на рекламу тратится огромное количество денег, но отклик не такой большой, потому что конкуренция слишком большая в Alibaba, им это получилось делать гораздо с меньшими материальными и просто физическими затратами. Доверие покупателей. Все компании, которые размещаются на Alibaba, они проходят обязательные верификации. Для этого запрашивается ОГРН, проверяется телефонный номер, делается звонок вам в компанию от представителей Alibaba. И как в любой, в принципе, онлайн-торговле, например, так, что там может Авито взять, как пример, еще что-то, везде есть всегда какие-то мошенники. Верификация, она позволяет этот риск немного снизить, потому что компания хотя проходит какую-то базовую проверку. Фильтрация клиентов по верификации. По статистике Alibaba 95% покупателей они фильтруют сразу по Gold Supplier'у, сразу ставят галочку, чтобы отфильтровать те компании, которые прошли верификацию, которым можно доверять и у которых покупать. Alibaba предоставляет вам огромное количество аналитических данных для принятия взвешенных решений, потому что многие компании, которые, точнее, многие некоторые компании, которые выходят, Alibaba нужно по счету не чтобы продавать, а собрать какую-то аналитические данные по другим рынкам, чтобы планировать свою выставочную деятельность, понимать, как свою продукцию необходимо модифицировать для стран разного рынка, будет ли там спрос на нее, и также отслеживать сезонность продаж данного товара в разных странах. Есть возможность также подключить до пяти субаккаунтов, это чтобы можно разделить по товарной матрице по вашей, или также делается, например, мы используем для тестирования скриптов, используется на каждого сотрудника, ставятся разные, как это, ABCD, можно сказать, тесты, ставятся разные скрипты, и там, где идет наибольшая результативность, этот опыт потом перенимается уже другими сотрудниками, и это как бы тестирование происходит постоянно, 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 вырабатывается, можно сказать, практически идеальный скрипт, чтобы шли продажи и торговля. Немножко нашего кейса, который компании закрылись, Impact, это компания, которой мы непосредственно занимаемся торговлей, должен был выступать изначально генеральный директор нашей компании, но он сейчас на выставке в Турции. Алибаба, кстати, в плане выставочной деятельности, вот такой маленький тоже лайфхак, например, компания, ну, компания, там, людям из Ирана, Ирака, им сейчас тяжело получить визу в России, но они очень хотят покупать нашу продукцию, но они хотят привести личные приговоры, встретиться. В данном случае, когда мы сейчас проходим выставку в Самбуле, мы сделали рассылку по всем арабским странам, по Турции, по факту сейчас на нашем стенде в день проходит, а, мы взяли маленький стенд, плюс получилось получить через российский экспортный центр субсидию на размещение. Если надо, там в конце будут мои контакты, мы также дадим их контакты, скажем, как это все получить, и это не так сложно. Многие думают, что вы участвуете в международных выставках, там надо платить 5 тысяч долларов и больше. Эти затраты есть, но частично их можно компенсировать за счет нашего все-таки государства. В итоге, маленький стенд собирается в день сейчас где-то по 50 клиентов, которые целенаправленно прилетают, чтобы провести переговоры. Поэтому ресурсному Алибабу можно также для этого использовать. Компанию Лукойл мы вывели, если из крупных компаний. Активно сейчас заняли везде позиции, огромное количество запросов идут у них. Дороговать им гораздо удобнее продавать, чем многим другим, наверное, компаниям. Это связано не только, что это гигант, но и тем, что кроме завода в России у них есть свое собственное производство в Австрии, в Турции, в Китае, и недавно открылся еще завод в Мексике. И, соответственно, затраты на логистику у них сведены к минимуму. И из небольших компаний, которые, можно сказать, вырвались, взорвались как бы в рынке, это рояль Дресс Формс. Это компания, которая делает манекенов для пошива одежды. Они, помимо того, что производят очень крутые манекены, они постоянно делают различные клевые промо-ролики, как по ним манекенам, проезжают БТРы по несколько раз, им ничего не становится, они это все выдерживают. Также компания делает такую эксклюзивную услугу для рынка. Они снимают 3D-замеры, 3D-модель делает людей из разных стран, вымеряет средние показатели, потому что в каждой стране свои формы, свои особенности, и по ним, соответственно, делают уже манекенов. И также при необходимости предоставляют услугу, что даже конкретного человека обмеряют, делают ему манекена, который потом, например, отправляется в какие-нибудь итальянские дома моды, и для людей там делают шьюся уже одежда, платье по этим манекенам, человеку уже не надо ездить, он просто отправляет свой манекен, куда надо, гораздо партнер. По тарифам непосредственно Alibaba, для понимания, у них есть 3 пакета премиальные, стандартные и базовые. Разница у них по приоритету ранширования и по количеству шоу-кейсов, которые в этих пакетах имеются. В принципе, основной все-таки это приоритет ранширования. С премиальным это, как правило, первые позиции выдачи, но на них находится не так уж много компаний. И используется он чаще для тех компаний, которые хотят в первый год выйти, сразу заявить о себе на рынке и в дальнейшем уже переходит на стандартные. Стандартные где-то находится около 80%, это все выдачи. И базовый он больше был создан для компаний из Бангладеша, там, где им, в принципе, позиции не важны. Они могут оказывать на третьей, четвертой странице просто из-за самого приоритета выдачи. Но их все равно найдут, потому что они выигрывают очень конкурентной ценой, когда там, грубо говоря, сотня футболок можно за пару долларов заказать. Другие компании даже, находясь на премиальном тарифе, просто не смогут такие цены предложить, и, соответственно, те клиенты, которые интересуют именно невысокое качество, но низкая цена, они все равно найдут. В принципе, как с нами связаться, контакты, если нужно сфотографировать, сможем отдельно, если нужно, привести какой-то анализ по вашему рынку, и чтобы у вас было понимание, как торговать. Ну, я либо оба, в принципе, основана в Китае, создана для всего мира. Сейчас одна из самых крупнейших компаний, обороты все набираем, растем и подключаем, делаем все больше и больше удачных примеров компаний, которые не просто разместились, а получили результат и начали торговать. Все, спасибо. Спасибо. Дмитрий. Вопросы? Можно только продукт размещать, ну, то есть, я не имею в виду вот лендинг пейдж, да, то есть, услуга как-то как исчисляемая, нельзя продать, да, получать через Alibaba. То есть, можно сделать только посадочную страницу. Alibaba, это по большому счету, это не Aliexpress, где кликнул, продаж, это выставка. Соответственно, вы просто выставляете свои услуги. Вы можете даже свою услугу размножить на различные варианты, это как товарные карточки, там написано, что какая у вас услуга, может просто проще быть. Ну, к примеру, проектирование, не знаю, тепловентиляционных систем. Такие примеры есть, там есть проектирование домов и дома под ключ, когда у нас здесь, например, напиливают из бревен, точнее, российские еще не выходили, потому что мы не так давно находимся на территории России, начали подключить российские производители. Там есть такие услуги, как создание проектов, также и магазинов различных, также проекты домов, и там просто описываются, какие там примеры домов, какие были уже проекты, видели каждые карточки, потому что в Алибабе очень важно создать много-много-много карточек. Чем больше товарных карточек, тем больше будет продажи. Если какие-то будут подробности, мы даже можем с вами по запросам проработать все, потому что, в принципе, Алибаба нашу деятельность оценивает, наш KPI основной, это именно, насколько вы хорошо будете потом поддавливать, а не сколько компаний мы подключим. А у вас есть такая услуга, когда вы ведете, например, российскую компанию. Да, да, да. Мы, в принципе, сейчас, у нас есть базовое то, что мы в рамках сотрудничества с Алибабой делаем, и также мы дополнительное сервисное обслуживание компаниями оказываем, которые хотят выйти как-то профессионально и начать работать и не тратить, грубо говоря, время своих специалистов, которые будут тратить много своих ресурсов на изучение всего этого. Также я, кстати, могу привести как, например, автомобиль. Ну, вы же, наверное, не держите свой автосервис, потому что проще, ну, иногда эти вещи отдать специалистам, которые, как бы, дешевле и быстрее это вам все это делать, чем разбираться самому и тратить время. Так же и здесь. Спасибо. Вы делаете лендинги, правильно, в рамках Алибабы? То есть вы это можете сделать? Да, мы можем лендинг, и при этом я всегда это говорю, упоминаю, и это, в принципе, прописано, что мы клиенту всегда говорим, это можно сделать самостоятельно. Если вы хотите, так сказать, сэкономить свои ресурсы, если вы хотите, что мы сделали все по правилам, правила, в принципе, тоже все описано, ну, чтобы просто не тратить свое время изучения, мы можем прямо сделать под ключ. Идеально, что и по рейтингу, по всем показателям будет все работать и будет продаваться. Да, вы можете зайти в российский павильон, прямо на наш логотип, компания ПЭЛ стоит, и наш там телефон, контакты, и компания, которая именно на территории России осуществляет сервисную поддержку клиентов. Ну, грубо говоря, если вы регистрируетесь на Алибабе, там, они, правда, делают выдержку, они не сразу нам передают контакты, но потом, рано или поздно, мы с вами все равно связываемся, потому что у нас есть внутренняя Алибабе CRM, где показывается клиент, который подключил, что мы с ними связались, там, насчет подключения и всего остального, настройки аккаунтов. У нас есть запросы на Алибабе с компанией, как и так далее. Мы их можем вам направлять. Да, конечно. Что это не нашим клиентам, что это не нашим клиентам? Да, я думаю, или лес, это просто, если именно рассматривать китайский рынок, это просто один из товаров, которые туда идут регулярно, и там запросов просто огромное количество. Мы можем сделать разрез и сделать, показать по месяцам, в какие месяца сколько запрашивают, и также выборку сделать по некоторым RFQ, это как раз непосредственно запросы от самих клиентов, что им нужно и в каких объемах, чтобы, ну, понимать емкость рынка. Ну, дерево я даже вот сейчас не анализирую, не смотрю, я точно знаю. А, например, лука, можете продать ее? Да, продукты питания, ну, в принципе, это показывал там на слайде, продукты питания и все остальное, это, ну, как бы одна из самых востребованных, кондитерка востребованная. Сейчас у нас вышла компания объединенные кондитеры, это которая BuyBuy, Красный Октябрь, фабрики все объединенные, чтобы продавать. Это, ну, та продукция, которая будет продавать. Опять же, объединенные кондитеры, они вышли не для того, чтобы, так, вышли не для того, чтобы, ну, делать просто, они вышли, чтобы найти дистрибьюторов в других странах. Они прям, ну, у них целевое понимание, что они не хотят там палетами отгружать, даже вагонами, они хотят на регулярной основе найти кого-то, которым обозначить объемы, и они будут у них постоянно выбирать их. Какая у вас стоимость из-за анализа, какой-то они еще приятели? А, мы три поисковых, ну, вы просто говорите, три поисковых запроса или три товарные, три товара вы нам сообщаете, мы делаем по ним бесплатно. Если там какие-то дополнительные, соответственно, там уже дополнительная оплата, потому что, ну, каждый анализ, он все равно требует времени и ресурсов. Интеграция CRM есть у этих посадочных страниц? То есть ты можешь как-то полуавтоматизировать через API или через что? API отсутствует у Libaba, там, соответственно, даже товарные карточки только вручную вносятся. Все руками? Все руками, абсолютно. А, 38? А, нет, 38. Ну, 38 это на 36, это на ответ, на запрос от клиента. Клиент вам прислал запрос, я хочу тот, или скажите, вы можете мне сделать ваш продукт немножко по-другому. И это именно сделано для того, чтобы клиенты, ну, клиенты – это самый главный актив Libaba. Клиент всегда должен быть доволен. Если клиент на запрос не отвечает, он сам будет с площадки Libaba выходить. Это один из стимулирующих. Соответственно, те, кто быстро отвечает, те выше рейтинги, потому что они работают. И клиенты не теряются, они обрабатываются, клиенты еще будут также возвращаться на площадку, что делать, закупки у других поставщиков. В общем, руками, то есть, если можно ответить? А, вы имеете в виду, чтобы, ну, в автомате какие-то ответы давать? По обвинению заявок? Нет, в CRM нет. Ну, в принципе, там есть своя система учета заявок клиентов, их ведения. Загрузка товаров? М? Загрузка товаров массой? А, загрузка массовых товаров нет. Там каждая карточка владеет строчная. Поэтому, в принципе, тоже берем на себя эту услугу, потому что на клиент приходят, например, одежники, у них там товарная матрица, там тысячи единиц, им это надо еще каждый сезон брать, обновлять. Они говорят сначала, точнее, всегда у всех желание, давайте мы сами все это сделаем, добавим, потом у нас у себя в IT-отделе 40 человек сидят, потом начинают это, и как-то это все заминается, и они потом понимают, что проще деньги все-таки оплатить, и там тысячу карточек мы добавляем где-то со своим штатом, у нас где-то неделя занимает. Через неделю уже гарантирован результат, и самый главный результат, за который мы будем... Русскоговорящих китайцев сажаете? М? Русскоговорящих китайцев сажаете? Нет, мы используем своих российских специалистов, когда какие-то очень крупные проекты попадаются, мы между собой сервисный партнер, по всей стране у нас есть выезды, мы когда встречаемся непосредственно в Китае, и общаемся, мы просто иногда ресурсы между собой распределяем, и передаем, что вот эти карточки надо там забить, и оптимизировать, чтобы все было как надо красиво. Спасибо.